Привет, это Джейсорн из Мэгги Фрейм. Если у вас есть вышивальная машина Реком, или если у вас в руках вот такие вот серые трубчатые пяльцы для вышивания, возможно, марка вашей вышивальной машины не Реком. Это местный бренд в вашей стране. Или это вышивальная машина китайского бренда. А пяльцы вот такие. Пяльцы именно такие, как я показываю на фото в этом видео. И вы хотите купить наши магнитные пяльцы для вышивания Мэгги Фрейм? Сегодня я расскажу вам, как выбрать правильный размер Мэгги Фрейм по сравнению с вашими обычными пяльцами для вышивания. Потому что у вас уже есть эти пяльцы, и вы знаете, какой размер этих трубчатых пяльцев вы используете очень часто. И сегодня я сделаю сравнение между трубчатыми пяльцами с нашей Мэгги Фрейм о размере вышивки. Это поможет вам выбрать правильный размер. Хорошо, теперь я начинаю сравнивать между серыми пяльцами Рекомр и Мэгги Фрейм. Это обычные пяльцы для вышивания 9 сантиметров. Это 10 сантиметров на 10 сантиметров Мэгги Фрейм. Это означает 3,9 дюйма на 3,9 дюйма Мэгги Фрейм. Давайте проведем сравнение. Потому что 10 сантиметров на 10 сантиметров – это внутренняя область шитья. Так что Мэгги Фрейм 10 см на 10 см. Немного больше, чем обычные пяльцы для вышивания 9 сантиметров. Это обычные пяльцы 12 сантиметров, а это 5,1 на 5,1 дюйма. Это означает 13 сантиметров на 13 сантиметров Мэгги Фрейм. Давайте проведем сравнение. Вы видите, что это, вероятно, то же самое, если вы используете этот размер очень часто. И вы выбираете 5,1 на 5,1 дюйма Мэгги Фрейм. И когда вы выберете кронштейн 39,5 сантиметра, то вы получите это. И это будет идеально соответствовать вашей машине. Это обычные пяльцы 15 см у вас в руках. Это 16,5 сантиметра на 16,5 сантиметра, что означает 6,5 на 6,5 дюйма. Внутренняя область вышивки Мэгги Фрейм. Давайте проведем сравнение. Обычно этот размер составляет 15 сантиметров. Этот размер очень часто используется для вышивки логотипа на груди. Так что, если вы хотите купить пяльцы, этот размер 6,5 на 6,5 дюйма. Хороший выбор. Если вам нужно немного меньше, 5,1 дюйма на 5,1 дюйма также очень популярны. Это 19 см внутренний размер, 19 см обычные пяльцы для вышивания. Этот размер 21,5 сантиметра на 23 сантиметра, что означает 8,5 на 9 дюймов. Из сравнения вы можете увидеть Мэгги Фрейм. Аналогичный размер этого Мэгги Фрейм. Площадь вышивания даже больше, чем у обычных круглых пяльцев. Так что это может помочь вам сделать больше вышивки. Или вы можете сделать большой спектр вышивки. Это обычные пяльцы 30 на 30 сантиметров в вашей руке. А это 24 сантиметра на 24 сантиметра, что означает 9,5 на 9,5 дюйма Мэгги Фрейм. Давайте проведем сравнение. Вы увидите 9,5 дюймов на 9,5 дюймов Мэгги Фрейм. Немного меньше, чем обычные пяльцы 30 на 30 сантиметров. Этот размер также очень популярен для вышивки. 9,5 дюйма на 9,5 дюйма. И в ближайшее время, в 2023 году, у нас будет новый размер. Это 12 дюймов на 12 дюймов, что означает, что на рынке появится Мэгги Фрейм 30 сантиметров на 30 сантиметров. Так что это точно размер обычных пяльцев для вышивания. Так что это может отлично работать на вышивальных машинах РЕКОМ. Или у машин есть такие пяльцы для вышивания. Кроме пяти размеров Мэгги Фрейм. Делаем сравнение с трубчатыми пяльцами. А также у нас есть более 10 размеров Мэгги Фрейм на ваш выбор. Потому что какая-то вышивальная мастерская или компания. Им нужен другой проект вышивки. Например, этот. Этот размер 19,5 сантиметра на 7 сантиметров. Это означает 7,6 дюйма на 2,7 дюйма. Это идеально подходит для рукава. Когда ты делаешь рукав, это идеальный размер Мэгги Фрейм для вас. И этот размер, внутренний размер 32 сантиметра на 10 сантиметров область вышивки. Это означает 12,6 дюйма на 3,9 дюйма. И это идеальный размер для брюк. Когда ты вышиваешь штаны. И этот размер, внутренний размер 17,5 сантиметра на 17,5 сантиметра. Это означает 6,9 дюйма на 6,9 дюйма. Также это своего рода сравнение с круглыми обычными пяльцами 18 сантиметров. Потому что много вышивальных машин. У них также есть стандартные пяльцы для большинства вышивальных работ. Этот размер, внутренний размер 26,5 сантиметра на 31,5 сантиметра. Это означает внутренний размер 10,5 дюйма на 12,4 дюйма. И это хороший размер для вышивки на куртке. И если вы выберете этот размер Мэгги Фрейм, длина пялец для вышивания 44,5 сантиметра. И у нас есть длина 44,5 сантиметра на ваш выбор или 49,5 сантиметра на ваш выбор. А также у нас есть 60 сантиметров на ваш выбор. Это зависит от того, какую машину вы используете и какая длина пяльцев для вышивания подходит для вашей машины. На данный момент это вторые по величине пяльцы в нашем ассортименте. Внутренний размер 31,5 сантиметра на 39,5 сантиметра. Это означает внутренний размер 12,4 дюйма на 15,6 дюйма. И это хорошо для вышивки на куртке. Если вы выберете этот размер, минимальная длина пяльцев для вышивания 49,5 сантиметра. Поэтому у нас есть 49,5 сантиметра и 60 сантиметров на ваш выбор для вышивальной машины марки Рекомр или для вышивальной машины другой марки, у которых есть такие обычные пяльцы для вышивания. Это самый большой размер в нашем ассортименте продукции в настоящее время. Внутренний размер 43 сантиметра на 39 сантиметров. Это означает 17 дюймов на 15,5 дюймов внутри размерности. И это очень хороший инструмент для вышивки на куртке. Наша компания уже работает в пяльцах более 15 лет. И у нас есть полный ассортимент Magiframe разных размеров для вашего проекта вышивки. При покупке Magiframe вам просто нужно проверить внутренний размер. Это то, что вы хотите, и выберите правильные скобки. Здесь крепятся кронштейны, так до какой длины ваша машина принимает. Когда вы получите Magiframe, который будет идеально сочетаться с вашей машиной, и поможет вам повысить эффективность и качество вашей вышивки, спасибо за потраченное время на просмотр этого видео. Я надеюсь, что это видео поможет вам немного при покупке Magiframe. Если вам нужна дополнительная информация о Magiframe и вышивке HookTorrent, пожалуйста, подпишитесь на наш канал, и вы будете получать все больше и больше информации, которые помогут вам получить опыт навыков о том, как использовать этот мощный эффективный инструмент. Спасибо за ваше время.